Здесь собрались журналисты, политологи, артисты, спортсмены, представители. Именно представители, маленькая частичка всех сфер, названных мною, деятельности. Здесь присутствуют высшие должностные лица, члены правительства, руководители предприятий. Словом, люди, погруженные в политическую жизнь страны и мира. Люди, скажу прямо, которые делают эту политику и создают этот мир. Скажу предельно конкретно, какую бы нам ни навязывали информационную или иную повестки, свою политику и уклад жизни мы, белорусы, всегда выстраивали и будем выстраивать исключительно самостоятельно. Вот от всех нас, около трех сотен присутствующих здесь, зависит, какой будет наша страна и какая будет жизнь на нашей земле. Никакие внешние обстоятельства и угрозы не изменят наши цели. Наш выбор – созидание. Мы целенаправленно шли от года народного единства к году исторической памяти, зная, что первое просто невозможно без второго и наоборот. Также невозможен и образ будущего, доброго, светлого, без таких понятий, как мир и созидание. Именно таким мы хотим видеть 23-й год – годом мира и созидания, и не только на своей земле. Сегодня это понимают даже те, кто вчера противопоставлял себя государству, выступал против, как они говорят, режиму. А сегодня они видят в таком режиме свое спасение. Процентов 90 тех. Я уже говорил об этом в храме. Мы к этому готовы. В какой форме это будет? Какой путь они должны пройти обратно к себе домой? Вам определять. Дорогие друзья, в вас и миллионах таких, как вы, настоящих патриотов, я абсолютно сегодня уверен. Поэтому повторю то, что сказал 7 января. Этот год должен быть обязательно лучше. Мы это пообещали людям. «Дорогие людям!»